Избирательных участков на Праймерис будет меньше, чем на обычных выборах. Узнать адрес, где голосовать, можно на сайте Единой России. Достаточно указать улицу и номер дома. А как проходит подготовка к Праймерису в других городах области, узнавали наши корреспонденты. Им слово. Здравствуйте, коллеги. За моей спиной школа номер 48, в которой расположен один из участков для голосования. В воскресенье сюда на Праймерис придут жители более 700 домов. В Магнитогорский одномандатный округ входит, помимо самого города, близлежащие районы. Это более 500 тысяч жителей. Давайте послушаем, почему они собираются прийти на предварительные выборы. Это наша обязанность. Мы должны это сделать, осуществить свой выбор. Я считаю, что молодежь не активно сейчас принимает в этом участие. И зря мы тоже должны свою позицию гражданскую как-то показывать, отстаивать. В субботу сделаю свои дела, в сад свожу, а в воскресенье обязательно на Праймерис пойду голосовать. Голосующим будет предложено два бюллетеня. В первом претенденты по Магнитогорскому одномандатному округу. Их девять. Во втором по спискам партии. Среди кандидатов глава города, декан факультета, пенсионер и председатель садового товарищества. Уточню, что в городе будет открыто 37 избирательных участков. Коллеги, вам слово. Здравствуйте, коллеги. В Троицке в этом году предварительное голосование пройдет на восьми участках. Расположены они в разных районах города так, чтобы каждый желающий смог проголосовать недалеко от своего дома. Сейчас мы находимся на одном из таких пунктов. Здесь уже установлены кабинки и урны для голосования. На воскресенье для избирателей подготовлена развлекательная программа. На каждом избирательном участке будет организована импровизированная концертная площадка. В концертных программах примут участие гости из Челябинска. Это Вячеслав Усольцев, известный музыкант и певец, а также народный коллектив «Ветка сирени». Отмечу, что количество пунктов для голосования меньше, чем на основных выборах. И это не случайно. Считается, что явка на праймерис порядка 10% от общего числа избирателей. В Троицке это 5600 человек. У каждого голосующего будет два бюллетеня. Всего на участие в праймерис по Троицкому городскому округу заявились 25 кандидатов по одномандатным спискам и 45 человек по спискам от партии. Это предварительные данные, ведь претенденты могут еще отказаться от участия в голосовании. Коллеги, вам слово. Здравствуйте. В Снежинске площадки для праймерис откроются в пяти школах. В 117, 121, 122, 127, 135 и во Дворце культуры «Октябрь», где мы, собственно, сейчас и находимся. Прийти проголосовать сможет любой человек. Партийная принадлежность значения не имеет. Главное, чтобы исполнилось 18 лет. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт и проявить свою гражданскую позицию. И прийти выбрать кандидата для последующего выдвижения в Государственную Думу Российской Федерации. Впервые в Снежинске процедура предварительного голосования была опробована в мае прошлого года, накануне выборов депутатов в Законодательное собрание области и городское собрание. Итоги нынешних праймерис станут известны в начале следующей недели. Передаю слово студии.